Малого Людмила, вот сейчас хотелось бы услышать ваши произведения, ваше стихотворение. Каждая мама мечтает о том, чтобы ее ребенок вырос умным, здоровым, умным и, конечно, добрым. Я вам сейчас почитать хочу одно стихотворение, которое называется «Добро и зло». Небесным орелом окруженная, добро к припрыжку бежала, своим участием в жизни людей, радостью души их наполняла. Утешала плачущего малыша, больного подбодрить старалась, не оставляя места равнодушью, в каждое сердце скучалось. А зло шипело, торопилось, добро спешило обогнать. Оно и камушки бросало, пыталось и подножки подставлять, слабых озерином угощало. Где только может, всегда добро мешает. Зло, оно такое, каждый знает, не укусит, так обладает. Добро же зло не замечает, бежит дорогу упрямую. Его даже слепой увидит, его услышит и глухой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так долго нет, мне страшно в доме, я одна. Деревья за окном, как великаны, размахивая ветками, хотят сказать, как будто что-то мне. Я пытаюсь их понять, стою, смотрю и засыпаю на окне. И вижу, ты со мной, мы обнимаемся, и нет разлуки. Ты говоришь, замерзла я совсем, ерошишь мои волосы, отогревая руки. Сверчок за печкой веселей запел. И я счастливая такая, ты моя мама, ты пришла. Как же ждала тебя я. Теперь я бабушка уже, и моя радость внуки. Но иногда, мне кажется, ты гладишь мои волосы, отогревая руки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.